Дорогие друзья, всем добрый вечер. Сегодня наш эфир посвящен ответу на вопрос, который часто задают участники наших проектов. И этот вопрос связан с тем, насколько мы готовы принимать изменения в своей жизни. Люди говорят, меня пугает всё новое, я хочу стабильности, я хочу, чтобы ничего не изменялось, я хочу уверенности, я хочу при этом быть счастливым, и в идеале я хочу, чтобы у меня ничего не изменялось. Но счастья я хочу побольше. Это парадокс, потому что я не хочу делать ничего нового, но хочу, чтобы новые ощущения и новые уровни счастья ко мне приходили. И в этом эфире я хочу предложить вам поразмышлять о том, как я учу своих учеников и слушателей наших проектов работать с темой изменений. Ключевой идеей сегодняшнего эфира станет идея дерева. Думаю, что многие сейчас обратили внимание, как потрясающая весна, плавно переходящая в лето, изменила и украсила множество деревьев в нашей природе. И если у вас сейчас есть возможность посмотреть, у меня есть возможность посмотреть в окно, на какое-то дерево, которое рядом с вами, посмотрите на него, или представьте, какое-то невероятное, классное, красивое дерево посредине леса. Представьте, пожалуйста, всех приветствую, кто к нам присоединяется. Представьте, пожалуйста, что дерево находится в лесу, и тут вдруг кто-то, кто, например, забрёл в лес и хочет причинить дереву непоправимую пользу, он задаёт этому дереву вопрос. «Скажи, пожалуйста, а что такое лес?» И дерево такое, в смысле? «Ну что такое лес?» Он говорит, «Я не понимаю. Ну, лес — это всё. Нет, подожди, что значит всё? Вообще-то есть ещё дороги, вообще-то существуют ещё дома, вообще-то существуют ещё, к примеру, самолёты, многие другие вещи, города. Да, дерево такое смотрит на... Слушает, вернее, всё это говорит. «Чё ты говоришь вообще? Я тебя не понимаю, вообще не понимаю». Говорит, «Вот, я вот здесь живу, здесь такие же, как и я, всё нормально. Я просто, правда, не очень счастлив, как бы мне бы хотелось быть немножко более счастливым деревом, но вот то, что ты говоришь, я вообще тебя не понимаю. Какие дороги? Я не знаю, что такое. А что такое дорога или горы? Или автомобиль, например, что это такое?» И люди, которых достаточно много, которые говорят, «Вот я очень сильно хочу быть счастливым, но при этом реально я не хочу ничего менять в своей жизни. Я хочу остаться деревом, но я хочу, чтобы рядом были дороги, и я хочу узнать, что такое автомобиль, и я хочу узнать, что такое дом, и я хочу вообще узнать, что такое ощущение». И вот насколько, представьте себе, реально объясните дереву, которое просто растёт себе в лесу, вещи, которые оно никогда не видело, которые оно никогда не ощущало и представления, о которых оно не имеет, приблизительно точно так же в нашем сознании откликается быть счастливым. Мы так много используем это слово и так часто мы говорим, что «О, быть счастливым мне поможет, если я буду что-то иметь или чем-то обладать». Кто-то говорит «О, а для меня счастье — это, например, счастливые отношения. Вот если этот человек будет со мной, я тогда буду счастливым». Кто-то говорит «О, а для меня счастье — это когда у меня есть машина». Кто-то говорит «О, а для меня счастье — это когда у меня есть дети, к примеру, с ними всё хорошо, а для меня счастье — когда у меня мирное небо над головой и так далее». И мы склонны искать причины для своего счастья, понимаете? И мы склонны думать, что счастье — это постоянство. Но если вы зададите себе вопрос, глядя на ребёнка, на любого ребёнка, который есть в вашем окружении? Что делают эти дети, чтобы быть счастливыми? Можно ли представить, к примеру, пятилетнюю девочку, которая села на лавку, вот так сложила руки, вот так вот села, значит, сидит, и она счастлива? Вы себе можете вообще? Ответьте мне в чат. Это физически представить, что сидит ребёнок, не двигаясь вообще, смотрит на игрушки, которые у него есть, смотрит на маму, которая стабильно никуда не девается, смотрит на небо, которое никуда не девается, солнце, которое светит, ветер, который шумит, и этот ребёнок счастлив. Сложно это представить, правда? Но какого ребёнка нам представить легко? Который начинает что-то рыть, копать, танцевать в луже, значит, отщипывать листик, пробовать его на вкус и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? То есть для нас невероятно важно и ценно понять, что люди, которые говорят о «я хочу стабильности» в своей жизни, по сути, дают абсолютно чёткий ответ на вопрос, что они не готовы быть счастливыми. И сейчас вам тема наподумать. Если я постоянно требую в своей жизни, я использую именно это слово, я требую в своей жизни изменений, это именно тот путь, который приведёт вас к счастью, откроет вам возможность увидеть себя в новых ситуациях. Ничто не вызывает такую невероятную радость у ребёнка, как понимание того, что реально можно сесть попой в эту лужу, и это очень классное ощущение. Ничто не вызывает столько эмоций у ребёнка, как понимание того, что, слушайте, можно съесть сразу пять конфет, пять. Вот эти все вещи, где ребёнок пробует себя в новом опыте, в новом формате, именно это и даёт ему невероятную энергию. И тут логично задать вопрос, отличаемся мы чем-то от детей в этом аспекте. Ответ вообще ничем не отличаемся. И я говорила, говорю и буду говорить о том, что если вы не становитесь провокатором изменений в своей жизни, то вы гарантированно приглашаете в свою жизнь некого спецагента, которого мы иногда называем судьбой, кармой, значит, счастливым или несчастливым случаем и так далее, который 100% принесёт вам какие-то изменения. И вопрос только один. Вы сами хотите пойти в школу спецагентов и научиться создавать себе развивающие проблемы? Или вы хотите, чтобы кто-то в вашей жизни эти изменения создавал? Мы гарантированно будем жить в изменениях, потому что мы люди, и единственный способ жить – это развитие. Если не развиваться, можно сразу заказать себе красный деревянный пиджак, лечь в него и ждать, когда всё закончится. И тогда не нужно развиваться, не нужно кормить своё тело, как-то с ним там обращаться и так далее, и так далее, и так далее. Как стать агентом собственных перемен? Как получить доступ и активировать? Вы знаете, как в супермаркете, вы покупаете товар, кассир подносит кассе, делает так пипик, и штрих-код соприкасается с лучом, и издаётся звук, и что-то активизируется, происходит считка. Так вот, собственно говоря, вопрос, как стать агентом, инициирующим перемены в своей жизни? Ответ очень простой. Вы должны где-то реально подцепить этот вирус. Вам нужно потереться физически, то есть соприкоснуться, побыть в пространстве. людей, у которых этот вирус в высоком количестве уже мутировал, понимаете? И я знаю точно, что такие люди в вашем пространстве есть. Попасть в окружение этих людей достаточно сложно, потому что они с унылущими, с унывающими, жалующимися, подвывающими, недовольными в принципе в контакт не вступают. То есть я могу сказать по себе, что когда мне кто-то пишет и предлагает очередную встречу, я всегда смотрю в профиль в Фейсбуке, но обычно пишут какие-то знакомые для меня. И если я вижу там какие-то жалобы, какие-то раздражающие комментарии, какие-то «Ой, опять там что-то происходит», «Да сколько ж можно?», «Ой, да вообще ай-яй-яй», «Ой-ой-ой» и так далее. Для меня это повод отказать во встрече, потому что наши социальные сети это по сути наш образ мышления. И если я вижу, что человек там пишет «Реально была такая проблема, решил вот так, ребята, рекомендую». Или он пишет «Слушайте, вот такая вот штука, что вы делаете, давайте я тоже буду делать». Это совсем другие вещи, понимаете. И люди, у которых этот вирус адаптации к изменениям высокий, к ним нужно сделать очень много усилий, чтобы попасть в их окружение и подцепить этот вирус. 25 мая уже в эту пятницу мы делаем тренерский форум. И вы знаете, мы там всех тренеров, которые там будут выступать, проверили на наличие высокого градуса этого вируса, он у них присутствует. Они реально сносят крышу, они показывают людям их силу, люди убегают от них, они говорят, «Да ну вы шутите вообще, такое не может быть, это не про меня». Вы что, как я могу выйти в прямой эфир, как я могу вообще рассказывать людям что-то? «Я вообще бухгалтер или няня, или фотограф, или я вообще мама после декрета, или я вообще там тихо себе сижу, преподаю йогу, или я только закончила университет, да как я вообще могу что-то делать?» И тренерский форум — это пространство для тех, кто реально осознаёт, что у вас есть какая-то жила преподавания, и вы понимаете, что вы бы хотели свою говорильню, которая у современных людей, она просто бесконечная, направить в пользу для себя и для мира. И если у вас есть ощущение, что вы как-то испытываете желание быть полезным этому миру и передавать знания о кройке и шитье, о расстановках по Берту Хеллингеру, о том, как высаживать грамотно помидоры этой весной, о том, как, не знаю, разводить рыбу в аквариуме, да, о чём угодно, или есть замороженную спирулину, мой опыт, сейчас веселюсь, кстати. В общем, неважно, о чём вы хотите рассказывать миру, но если у вас есть ощущение, что вы реально уже переполнены, и вам нужна эта информация, приходите на тренерский форум, есть возможность онлайн-участия, будет прямая трансляция или живое присутствие, в общем, присоединяйтесь. Моих будет два мастер-класса, можно будет в высоком уровне радиации подзарядиться тем геном изменений, о котором я рассказывала. Завершите сегодняшний эфир. Хочу, вернувшись к теме дерева, и хочу вам сказать, что до того, как мы с мужем посадили то дерево, которое действительно принялось в том пространстве, где мы сейчас живём, и в той почве, в которой мы сейчас живём, нам пришлось сделать это ни один, ни два, ни три раза. И если вы думаете, что вы что-то получите в жизни вот так вот с первого раза, с первого щелчка, то вы ошибаетесь. И, наверное, в этой идее нет ничего нового, но когда ты понимаешь, что, господи, даже для того, чтобы посадить дерево, и оно принялось, ты должен предпринять как минимум пять попыток, то если ты хочешь стать счастливым, привести туда своих детей, свою семью, свою страну, сколько тогда вообще попыток ты должен совершить. И мы говорим о том, что ровно столько же раз, сколько вы припримите попыток, ровно столько же раз вы получите неудачу, гарантированно, на сто процентов. Но вот этот путь, который вы будете преодолевать, вот эти миллиметры, которые вы будете ощущать в своём движении, именно они в какой-то момент буквально схлопнутся в вашем сознании и раскроются каким-то невероятным результатом, ощущением счастья, когда вы оглянетесь на свою жизнь и скажете, ничего себе, какое количество людей сейчас рядом со мной невероятных, как изменилась моя жизнь и сколько людей в моём пространстве сейчас поддерживает экологию, ездит в дом престарелых. Каждый фестиваль, который я знаю сейчас, занимается какими-то благотворительными проектами, это всё произошло за несколько лет, и я рада, что мы стали одним из агентов, которые создали это пространство в Украине и в других странах, и это невероятно. В общем, если вы хотите заразиться геном, генерацией собственных полезных изменений, приглашаю на тренерский форум и желаю вам сегодня прекрасного вечера. и помните о том, что то, какие решения мы принимаем, гарантированно определяет наше будущее. Принимайте решения с радостью. А если они ошибочны, просто исправьте. И если на пути к своей цели вы повернули не туда, просто вернитесь на правильный маршрут. Не стоит бросать свою машину, проклинать тех, кто построил дорогу или поставил этот знак. Просто делайте своё дело. И это и есть то, что мы называем профессионализм. Делайте с радостью. Спасибо всем, кто был сегодня на этом эфире, всем, кто поделится этим эфиром. До встречи на форуме 25 мая.